Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов, мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. И мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить. Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому это инициатива депутатская, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным. Заявление с угрозами в адрес России, предупреждением, что России за некие действия гипотетически придется, дескать, заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно. От среднего экспертного уровня до высшего уровня, уровня главы государства. Это происходит с завидным постоянством в протяжении последнего месяца, как минимум. Мы неоднократно подобные заявления реагировали, комментировали. Не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку. Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе. И более того, все эти заявления, они могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему Юго-Востока. Мы опасаемся в этой связи. А вот вы говорили про письменный ответ, однако вчера господин Блинкин заявил, что не везет в Женеву на переговоры с Лавровым этого письменного ответа. То есть я так понимаю, что они и до пятницы его не дадут, и, собственно говоря, в Женеве не представят, что им нужно время, чтобы это изучить. Мы все-таки ждем его. Это будет каким-то негативным сигналом для нас, и мы будем ждать его на следующей неделе? Или имеет ли какое значение время в этой ситуации? Время имеет. Мы говорим о том, что мы ожидаем получить это на днях, но совершенно не обязательно завтра. Ну, то есть следующая неделя для нас тоже приемлема в этой ситуации? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok